Сегодня, 6 июня, исполняется ровно 220 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В городском саду имени Пушкина организовано несколько мероприятий. Это и выставка, и детское чтение. Кстати, выставка под названием «Давайте Пушкина читать». И надо сказать, что юные маршанцы Пушкина читают. Читают Пушкина, начиная с первых классов. К примеру, Вике Брюниной нравится сказка о царе Салтане. Три девицы под окном прилип поздно вечером. Кабы я была царица, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила я пир. Спасибо. А кто написал эту сказку? Александр Сергеевич Пушкин. Сотрудники детской библиотеки подготовили целый парад героев пушкинских произведений. Они как бы сошли со страниц книг и присоединились к участникам мероприятия. А я вообще-то из сказки Пушкина, сказка о рыбаке и рыбке, старуха, перевоплощенная в царицу. И, если я не ошибаюсь, к нам прискакала избушка на курьих ножках. Да-да-да, это тоже «Злукоморье» Руслана Людмила. Есть там такой персонаж. А у вас любимое произведение? Какое пушки? О рыбаке и рыбке. Чем нравится? Чем нравится-то? Ну, что не надо быть жадным, вот чем. Учит нас быть добрыми, щедрыми. 6 июня в городском саду многолюдно. В парке, который носит имя великого русского поэта, значимые события – открытие памятника. Выступающие говорили о роли Пушкина в жизни страны, подчеркивая любовь народа к творчеству поэта. Ни одно поколение выросло на его сказках и произведениях. Многие его персонажи, вот те далекие детские воды, были для нас как маячки, как свет в окошке. Мы старались на них равняться. И это тоже Пушкин. Великая поэзия этого замечательного человека о любви, о созидании, о патриотизме – это тоже Пушкин. Великая российская словесность, на которую сейчас так много всяких нападок, попытки вымыть ее, вымрать из нашей жизни. И Пушкин как страж стоит, воспрепятствуя всем этим бессмысленным попыткам. Но это тоже Пушкин. Пушкин – это наша защита, это наш иммунитет от безвремени, от отношения к своей собственной истории негативного. И это тоже Пушкин. Напомню, что памятник – это не вновь отлитый бюст. Это тот, что в 1937 году был установлен в Маршанске. И долгие годы, вплоть до 90-х, занимал почетное место на центральной аллее городского парка. А установили его по инициативе советской власти к столетию со дня гибели поэта. Был создан Всесоюзный Пушкинский комитет, который подготовил программу участвования, в которую входили выставки, публикации, издательства книг, конкурсы и установка новых памятников. Вот отсюда, собственно, начинается история нашего памятника. Скульптор Домогацкий предоставил свой проект на этот конкурс. Он был одобрен для малых городов. Итак, памятник Пушкину появился в Маршанске, собственно, на том месте, где как раз разбивался новый городской сад. Городской сад назвали именем Пушкина. Имя поэта присвоили и бывшей женской гимназии. Улица Почтовая стала называться Пушкина. Кстати, на праздники и чита Пушкиных. Правда, в исполнении артистов Городского Дома культуры. Как у Пушкина настроение и что он думает вообще о Маршанске, о том действии, которое происходит здесь сегодня? Маршанск живет, существует и процветает. Это очень важно, помнить свое прошлое и таких великих писателей, как Александр Сергеевич Пушкин. На мероприятии вручение грамот людям, которые принимали активное участие в реставрации памятника. Слова благодарности за труд и их неравнодушие. Владыка Мичуринский и Маршанский Гермоген отметил, что 6 июня две значимые даты – юбилей Пушкина и православный праздник. Изнаменательно, что этот юбилей сегодня приходится на другой очень большой праздник – Вознесение Господне. И с этим праздником я вас тоже сегодня всех поздравляю. Действительно, все мы выросли на поэзии, на произведениях Александра Сергеевича Пушкина с малых лет. Это наши самые любимые книги, самые зачитываемые, самые часто те книги, которые чаще всего брали в библиотеках. И не даром мы говорим о том, что Александр Сергеевич является одним из основоположников золотого века нашей поэзии, 19 века. Меняется время, меняются идеалы, но по-прежнему язык Пушкина остается эталоном русского языка. Слова приветствия маршанцам высказали и участники автопробега ТГТУ. Шестой они приурочили к 220-летию со дня рождения великого русского поэта. Ольга Усова, Андрей Щербаков, Область новостей.